здравствуйте мои дорогие подписчики здравствуйте мои дорогие друзья постоянные зрители коллеги я вас рада приветствовать на нашем канале vita virtus у нас сегодня очередной расклад будет три варианта загадывайте колоду сделаю как обычно уже по классике первый вариант на колоде царь второй вариант на колоде клинт и 3 золотой арт колоде таро посмотрим вернется ли он вернется ли загаданный человек чем вернется зачем вернется что вообще поэтому думает вернется ли как он собирается планирует это делать посмотрим подробно как три варианта лишь набираем начнем с первого варианта колода царь классика первый вариант сейчас пойдут на старший арканы так вернется ли загаданный человек ну что у нас вообще в принципе все по классике пятерка мечей между вами сейчас нет общения я не вижу здесь окончательного разрыва он даже об этом не думает но игра не честно играли играли путями возможно здесь женщина уже переиграла и выиграла возможно уже эта игра утомилась у меня всегда сигнификатор того что сейчас все молчат все ушли все друг другу не верят женщина будет молчать мужчина будет молчать каждый хочет победить возможно узнать как битва уже и закончилась но никто не доволен результатом тут все друг другу что-то доказали называется равновесие все равно потеряно даже если кто-то победил то принципе это победа ничего не принесла и тут даже праздновать нечего ну и часто сигнификатор это разсигнификатор того что произошло расставание произошло расставание женщины женщина возможно старше либо выше по статусу либо жена здесь практически были хорошие отношения у кого-то проиграется к семья у У кого-то просто женщина старше с семьёй, замужняя женщина, старшая женщина, либо конкретно жена и семья. Здесь произошло расставание. Нехорошая карта. Часто неизмены указывают, на тяжёлые потери указывают, эмоциональный шантаж. Всегда 100% на короткие вопросы. Это у меня блокировка. Даже не блокировка, это манипуляция информации. Это ты не пишешь, я тоже не буду писать. Я вообще не буду с тобой разговаривать. Это манипуляция молчанием. Победа любой сыной – это месть, это мстительность. Это упрямый человек, который будет назло вам делать больно. Он будет специально быть такой непредсказуемый, холодный в этих отношениях. Но реальность на сегодняшний день, он действительно осознаёт, что произошло. В момент, когда вы смотрите этот расклад, он действительно осознаёт, что здесь он потерял женщину. Женщина, которая шла к нему хорошо. Он потерял дорогую женщину. Он потерял императрицу. Он потерял главную женщину в своей жизни. Здесь сейчас не о возрасте. Императрица всегда указывает, как он о вас думает. Он о вас думает, как о императрице. То есть плохо здесь думать нельзя. Это женщина с большой буквы. Неважно, сколько лет, возраст, не возраст, жена, не жена. Даже если жена выпадает в королевую мечей, как бывшая. А здесь как женщина, основная женщина, главная женщина, причём несущая ему любовь, дающая ему комфорт и любовь. Да, отношения, возможно, на расстоянии, но женщина, несущая ему любовь, несущая ему семью, а он причинил ей боль. Что он осознаёт? Он действительно осознаёт то, что он причинил боль, то, что он играл не по-честному, то, что действительно, вот он с вами соревновался, он, возможно, где-то ненавидел, возможно, где-то злился. Объявлял вам, ставил какие-то ультиматумы. Вот хотел вас победить. Ну, императрица, еще невозможно победить, но главное, да, для этого ты должен стать императором, чтобы на равных, тут нет императора, здесь есть маг, либо молодой любовник, либо просто мужчина. Неважно, здесь нет императора, который готов на равных сражаться с этой женщиной. Возвращение здесь будет, забегая наперед, я просто не хочу забегать, хочу просто рассказать в подробностях. В чувствах сейчас страдания, печаль, о чувствах своих он говорить не будет, он вообще о них думать не хочет, они спрятаны очень глубоко, здесь тайная жрица, возможно, он чувства скрывает, возможно, тайные отношения, но это чувства тайной жрицы. Да, здесь какая-то холодность, но он никогда не признается в своих чувствах. Это какая-то такая тяга, которая присутствует, таинственная связь, которая присутствует, которая связывает соединение с восьмеркой мечей, она все равно связывает, притягивает, она держит. Он не может связаться от этого, у него внутренний дискомфорт, он ничего не может сделать, он не понимает, что это. Чувства у него есть, он вроде бы отрекся, он вроде бы поставил точку, но все равно есть какое-то притяжение. Здесь незаконченная история. Здесь будет продолжение. Что из этого получится решать вам? Мы каждый день находимся, называется, в начальной точке отсчёта. Каждый день мы можем начать всё заново. Поэтому самое главное, как мы будем это всё делать, как мы будем себя вести. Мужчина выйдет с вами на связи. Здесь восстанавливаются отношения, восстанавливается парность. Здесь мужчина начинает действовать. Здесь не выпадает магом, либо ваш любовник, либо мужчина моложе. Либо просто вы императрица, а он маг. Это не говорит о том, что это старший аркан. Здесь даже не имеет значения возраст. Часто на вопрос, что мужчина будет делать по отношению к вам, он будет действовать. Это карта действий. Возможно, он уже дошёл до того момента, когда он что-то спланировал, потому что маг не действует хаотично. Маг, если действует, он же точно, чётко знает последовательность своих действий. Он чётко знает, что он будет делать. Здесь произошёл некрасивый разрыв. Я не вижу окончательного разрыва. Некрасивая игра, некрасивая манипуляция, некрасивая ситуация. Нечестная, некрасивая. Разрыва я не вижу к первому варианту. Возможно, не первый раз, но здесь конфликт. Но мужчина будет действовать. Мужчина будет действовать, потому что здесь конкретно это карта работы. Это карта работы над парностью, над союзом, над отношением. Возможно, это тайная любовь. Возможно, женщина выше по статусу, как я говорила. Возможно, она чья-то жена, либо его жена, либо женщина старше. Но мужчина здесь будет действовать. Да, у него будет внутренний дискомфорт. Да, ему будет неудобно. У него есть чувства. У него есть чувства зарождения, чувства. Может быть, чувства, которых он не знает, он их не понимает, он не способен любить. Но действовать он будет. Давайте я посмотрю, почему он решит с вами помириться. Он плохо. Он страдает. Он устал ждать. Сейчас расскажу. Тут такая красивая история. Типичная история. Когда человек ждал. Да, у него были чувства. Он понимал, что у него есть тяга определенная к вам. Он думал, что время лечит. Он думал, что со временем все пройдет. Здесь повешенное, разбитое сердце. Здесь либо был нелюбовный треугольник, либо он попал в любовный, зашел в любовный треугольник. Ну, здесь какая-то нечистая игра. Женщин я других не вижу. Я об этом не спрашивала, в принципе. Но он надеялся, что как-то время все это расставит все по местам. Он все это отпустит. А здесь страдания не отпускает. У него есть страдания. Он страдает, переживает. У него вообще сейчас очень плохо. Ему очень плохо, и он начинает осознавать, потому что Божий суд и Колесо Фортуны – это две судьбоносные карты. То есть, либо он начинает понимать, что вы идете ему на удачу, на судьбу, на изменение его судьбы, на лучшую жизнь, на стабильность и комфорт. Либо осознает тот период жизни, когда он был с вами. Это действительно был лучший период его жизни. Это была его удача, фортуна, счастье. Сейчас кардинальные перемены. Здесь не вижу я других женщин. Спрошу. Смысл не в этом. Смысл в том, что ему плохо, он страдает. Возможно, сейчас он начал эти страдания связывать с тем, что вас нет рядом. Но он действительно осознает судьбоносные моменты и свои изменения в жизни. У него нет комфорта. У него нет стабильности. И вот рядом с вами, когда он находился, у него была возможность даже копить, откладывать и иметь комфортный образ жизни. Находиться в комфортных условиях. Он понимает, что он вам сделал больно. Он хотел вас победить. Невозможно в таком сочетании победить императрицу. Здесь признать он не признает свое поражение никогда. Но через мага будет как-то действовать. Как он будет действовать? Прямо интересно. Через смерть. Король Кубков. Ну, во-первых, изменит к вам свое отношение. Через смерть – это через внутреннюю трансформацию. Ему здесь придется себя изменить. Хотя бы чуть-чуть. Да, невозможно изменить взрослого человека. Но ему придется как-то измениться. Потому что через смерть – это перерождение. Болезненное перерождение через борьбу, через сложности. Он как-то себе переборет. Потому что Король Кубков. Ну, здесь ему придется признаться в том, что он скучает. Конечно, Король Кубков, он больше любит принимать знаки внимания. Он может как-то вывести этот разговор на то, что вот ему не хватает вашего тепла. Вот ни с кем ему так не было хорошо. Никто так ничего не делает, допустим, в той же постели, да, как вы. Но это будет как-то сделано так, что он не признается в том, что у него есть к вам чувства. Он признается в том, что он соскучился без вашего внимания. Что раз вы сами к нему выходите, он сам выйдет. Он появится. Он появится. Я даже не знаю, что спрашивать. Есть ли у него в данный момент отношения. Да, есть женщина. Да, есть женщина, с которой отношения тяжелые. Возможно, даже официальная его девушка. Но, видите, она до этого даже никак не выпала. Семьи там не будет однозначно. Они расстанутся. Здесь дороги расходятся. Возможно, даже официальная девушка. Возможно, даже женщина. Но они вместе не будут. Здесь тупик. Они расходятся. Они вместе не будут. Тяжелая ситуация. Тяжелые отношения. Вроде бы они вместе, но... Как в прошлом все. Да расходятся они. Первый вариант – человек появится. Здесь даже не играет роль какую-то важную другие женщины. Тут была нечестная игра. Неправильно он с вами поступил. Пытался вас победить. Пытался манипулировать. Пытался молчать. Но здесь немножко напал на ту женщину. Так, давайте посмотрю, когда он вернется. Здесь восстанавливается общение в октябре месяце. И должна быть у вас встреча. Сроки длительные. Встреча должна произойти до декабря. До 21 декабря. А стабильная переписка общения должна восстановиться в октябре месяце. Может быть, и до этого будет. Но в октябре вы должны нормально общаться. Так, второй вариант – колодок линд. Посмотрим, вернется ли загаданный человек. Почему вернется, как вернется, зачем вернется, что он вообще по этому поводу думает. Второй вариант – вернется ли загаданный человек. Начинается все с того, что человек ушел никуда. Ушел, отвернулся. Ушел с чувствами. Скучает, тоскует. Произошел разрыв по восьмерке кубков. По восьмерке кубков человек принял решение. Отстранился. Но шел с чувствами. Просто принял решение. Произошло что-то такое, что повлияло. Что-то, возможно, трагическое. Возможно, эмоциональное. Но здесь есть жена. Вот в этом варианте проигрывается жена, которая пытается сохранить семью. И есть женщина, которая тайная, но у которой есть чувства, по которой скучает, с которой хочет встреч. В данный момент в отношениях пауза. Ушел, ушел в паузу, не пишет, нет общения. Изредка, может, там раз в полгода что-то узнаете. Раз в полгода, может, какие-то контакты есть. Но однозначно здесь больше, чем полгода у вас уже пауза, по которому варианту вы не общаетесь. Восьмерка кубков. Человек пытался изменить свою жизнь. Он пытался как-то уйти, отстраниться. Не получается. Он все равно вас помнит. Но здесь проигрывается, у многих проиграется семья, жена. Понимаете, по восьмерке всегда уход человека — это скрипя сердцем. Это вроде бы решение принято, но человек прощается не с вами. Человек прощается со своими надеждами. Он как уходит в изгнание. Уходит в изгнание. Я лучше уйду, чем буду портить себе жизнь, себе жизнь. Он уходит с болью. Он уходит с болью. Он пытается себя оправдать. Он пытается доказать, что он сделал правильно, потому что он тянет время. Потому что, допустим, он видит, что с этого ничего не получается. Он думает, что конкретно время пришло, надо уходить. Но он сожалеет. Либо по восьмерке кубков часто человек уходит, он понимает, что сейчас не время. Возможно, будет время, когда я попробую еще раз. Не всегда, но это вот четкое понимание того, что сейчас не время. Сейчас не момент, не время. И я лучше откажусь от того, что я имею, чтобы не потерять то, что имел. Ну и так далее. Но он надеется. Это всегда есть надежда на то. Это всегда есть надежда на то, что можно вернуться и все восстановить. Сейчас не время. Может уходить вообще в никуда. Может уходить вообще в отчуждение. Но здесь у вас четко пауза. Тайно страдает. Тайно скучает. В чувства хочется свиданий. Тайная жрития не будет говорить о своих чувствах. Будет их скрывать. Хотелось бы с вами взаимообмена. Хотелось бы с вами помощи какой-то от вас. Чего-то. Но он понимает, что сейчас бесполезно. И пока человек находится рядом с императрицей, здесь императрица рядом с магом, где женщина действует, женщина совершает действия, там есть определенная стратегия, там есть семья. Небо сейчас, в данный момент, человек вкладывается в семью, ему нужно вложиться в семью и в женщину, перед которой у него есть обязательства. Очень второй вариант похож на то, что человек женат. Что послужит тому, что он вернется? Боль, страдания. Ему очень одиноко. Четверка ковков, у него просто сейчас, пока он еще держится, а здесь уже невыносимая боль. Отшельник – это обоюдные страдания. Десятка мечей – это прям действительно боль, страдания, переживания, предательство. И тяжелая тоска, грусть, одиночество. Женщина сильная смотрит, очень ждет от него какой-то помощи. Ему кажется, он до конца не понимает, что происходит в вашей жизни. У него есть какое-то отдаленное представление, что с вами, где вы, как вы. Но в данной ситуации, да, вы выходите с победой, но он не понимает, почему вы ничего не делаете. Ему хотелось быть глубоко в душе, чтобы женщина его добивалась, чтобы женщина с него боролась, чтобы женщина была согласна на такие условия. Не понимает, почему вы не боретесь, не понимает, почему вы не отстаиваете, не понимает, почему вы не пытаетесь его вернуть. уже столько времени прошло если он вернется на каких условиях сам вернется сам вернется будет долго выжидать долго наблюдать сделает какое-то предложение пажи какое-то предложение так давай попробуем поживем вместе это не бракнул предложение жить под одной крышей не сразу как-то издалека что из этого получится так королева мечей королева мечей здесь попадаете вы либо женщина воздушная знака воздушного знака зодиака либо бывшая с которой он расстался либо женщина которая уже помнила в любом раскладе будете вы в сердце разбитые восьмерка мечей наказания вы не знают когда он появится не захочется его принимать не захотите потому что сердце разбитое восьмерка мечей не хочу не хочу у меня уже ограничение возможно очень много обид и как не хочется уже этих удовольствия возможно уже встречи будут с другим человеком возможно секс будут уже с другим человеком знаете переболела то есть когда он появится до вас могут сложиться отношения но я не вижу что вы будете прям прыгать от счастья вы будете радоваться вы будете там потому что вы с первого раза его не примете он будет заход наверное с двух раз потому что пожежу пожежу по шкубков заходить издалека и несколько раз потому что не особо вы хотите уже этих удовольствий и как вы попробовали что-то другое попробовали возможно секс возможно были отношения уже с кем-то где было намного интереснее и другое отношение что можно действительно получать удовольствие от встреч от отношений а он ассоциируется с разбитым сердцем и состраданиями ну смотрите второй вариант здесь по любому вернется просто здесь очень длительный момент растянут и вообще здесь долгий вот второй вариант очень длительный здесь уже долгая длительная пауза и еще долгий какой-то период времени спрошу когда он вернется в течение двух лет до двух лет причем вернется неожиданно колесо фортуны до двойка жезлов долго то есть такое ощущение что год-два ну в течение до двух лет не больше колесо фортуна это всегда говорит от полугода у меня у меня этот полугода до двух лет третий вариант колода золотая колода ренессанса золотая колода арт таро уже могу сказать что вернется третий вариант вернется ли к вам загаданный человек да такое ощущение что уже даже попытки были либо вот-вот будут здесь очень скоро очень быстро но как самого возвращения не нет а человек пробивает почву человек уже заходит как-то издалека осенью вот осенью уже будут какие-то тайны тайны это пробивать будет пробивать будет вас информацию не торопится будет сидел очень медленно основательно будущее дело выбирать а действовать мужчина будет но третий вариант здесь мужчина такой легкий положение нет постоянных отношений нет уточнила просто императрицу но здесь как большее описание женщины постоянного проживания нет рядом возможно есть женщина там где он находится сестра девушка не знаю кто-то еще мужчина самостоятельно сильным характером специфический такой характер свободный мужчина сейчас тупиковая ситуация у него в жизни но здесь как-то вы непонятно расстались здесь не было вот как-то непонятно начались отношения непонятно закончились и я не могу сказать даже что вы 40 как таковой не было просто чек отдалился на какое-то время у вас прекратилось общение здесь не ставят не принималось никакое решение здесь никто никого перед кем никак не объяснялся сами не поняли почему он ушел почему потом может быть через какое-то время он вам сказал об этом но я не вижу здесь отсутствует вообще общение общение иногда есть вы знаете что происходит в его жизни он иногда появляется у вас и как бы вы сами понимаете что любой момент любой момент вы можете начать вот эту вот полутайную связь здесь кто-то не свободен возможно женщина не свободна мужчина здесь не сильно обременен ну такая пограничная ситуация у кого-то может здесь это неважно кого-то может проиграться и женат не женат но он совершенно свободный вот типаж мужчины вот даже если будет брак и отношения то это в дружеском формате то есть его он ему нужны стабильные отношения сейчас их нет ему нужны стабильные отношения он сам хозяйственный ему нужна женщина он не может без женщин она ему нужна но вот такой человек который пока у него последние несколько лет и в настоящий момент ногах тупик то есть человек не понимает куда идти у него сложная ситуация он не может ни за кого брать ответственность не может никому ничего предложить я бы даже предположила вот в такой ситуации что он живет с мамой и сестрой да ну вот идет и идет у кого-то будет не знаю какой потому что мужчина сам по себе любит женщин но в семью не стремится ему нужна семья он об этом планирует он планирует он хочет потому что он воспринимает женщину как хозяйку ему как-то тяжело него если брак будет только по договоренности вот как мы договорились и живем вместе то что нам с тобой так удобно нам классно с тобой давай вот не будем создавать друг другу трудности так что было легко поэтому здесь не вижу окончательного разрыва здесь в течение полугода можно восстановить эти отношения просто нужен ли он вам потому что он специфически женщин любит женщина его тоже любит но он такой сам если он вернется с какой целью он вернется ну по мудрости да он выносит желание он резко примет решение поистине мудрое будет решение но если дословно отшейник резко примет решение идти в семью создать семью создать серьезные отношения резкое обретение истины разрешить разрушение каких-то его стереотипов вот его образа жизни и отказываемся рушим старые истины идем в новые истины отказывается от старого образа жизни идет в новое обретение новой обретение новой веры обретение новой истины обретение новых знаний, обретение нового образа жизни. Он как вот, ну, если вот этого момента дождаться, тогда какие у вас могут быть с ним отношения? Такое ощущение, что вы сами не уверены в том, что вы хотите с ним отношений. Вот вы не уверены, что это тот мужчина, с которым вы будете счастливы. Потому что вы сами не торопитесь. Серьёзно, третий вариант. Вы в любой момент можете с этим человеком помириться. Здесь достаточно написать, поговорить, пообщаться. Что вам мешает? Так, какая-то скандальность, скандал. Либо просто у человека такая, знаете, как о нём ходит слава, что с этим человеком вот как скандальная такая, вокруг него скандальная атмосфера, скандальная аура, скандальная. Здесь нужно проработать. Либо вы, девушка, такая видная, интересная, вы можете, в принципе, найти что-то и получше, потому потому что вы сами до конца не уверены. С этим мужчиной можно выстроить отношения. Вы, кстати, уверены в своих силах, вы сами прекрасно понимаете, что если его там как-то дожать, вы можете с ним и съехаться, и жить вместе. Либо у человека нет постоянной работы, либо вас не устраивает то, чем он занимается, потому что его работа как-то не вяжется с вашим социальным статусом, с вашим положением, с вашим, то, что это женщина, которая не согласится на рай в шалаше, у него есть работа, он чем-то занимается, но это какая-то скандальная вещь. Либо это не совсем там как-то соприкасается с законом, либо это не совсем что-то такое порядочное. Ну, вот какая-то профессия, которая вас не устраивает. Ну, что я людям скажу? Мой муж занимается вот этим. Ну, что-то такое. Как-то, во-первых, вам не нравится его работа, вам не нравится его заработок, вам не нравится, чем он занимается. И плюс вы до конца... Ну, вы сами понимаете, что это самообман. Брак с этим человеком – это самообман. Либо вам нужно развестись для того, чтобы идти с этим человеком в отношения. Третий вариант. Я не вижу здесь какой-то трагедии. Здесь нет трагедии, здесь нет страданий. Здесь всё прекрасно, все понимают. Отношения можно начать. И человек в семье, вот какой он будет, как муж... Ну, как муж так себе, сам по себе, если честно. Будет уходить, пропадать. Вот всё, я поняла. Здесь такой брак по договорённости, либо отношения по договорённости. Всё устраивает, но только когда вы вместе. Есть вещи, которые... Их даже больше... То есть вас не устраивает больше, чем устраивает. С одной стороны, вы как бы рассматриваете этого человека как отношения, как парность, как отношения. Он даже может вам брак предложить. Но вы сами до конца не уверены, что вам нужны эти отношения. Во-первых, вам не нравится то, чем он занимается. Вам не нравится то, чем он зарабатывает деньги. Вы до конца не уверены, сможет он вас полностью содержать, дать вам то обеспечение, тот комфорт, на который вы рассчитываете, который вы, как бы, считаете, заслуживаете в этой жизни. Но человек, в принципе, семейный, привязан к семье. Хотел бы иметь семью, хотел бы иметь жену, хотел бы... Ну, да, мечтает, думает, пока это не его как-то. С детьми какая-то сложная тоже тема. Тоже вот как-то мне нравится, чем он занимается, потому что как-то его работа не связана с детьми. То есть как-то вот у вас не вяжется. Он, хотя человек домашний, семейный и из хорошей семьи, возможно, либо из полноценной семьи. Не знаю, запутанный вариант. Стоит ли вам его принимать из прошлого? Ну, если давно не было удовольствия, можете принять. Как бы удовольствие даст. Когда появится... Так, ну, давайте так. Общение у вас есть. Я здесь не вижу паузы, не вижу здесь отсутствия. Может быть, как-то пропадает, появляется. Но до февраля месяца здесь невозможно никак. Здесь есть какие-то обстоятельства, связанные с семьей, с работой, с планами на будущее, с какой-то болезнью, с чем угодно. До февраля месяца встреча невозможна. Он планирует. Вот честно, он планирует, как бы думает вернуться, возвращение по близнецам. Либо в течение полугода, либо по близнецам. Но если учесть, что февраль месяц, водолей, как раз у нас ровно полгода. Ну, давайте будем смотреть с февраля по июнь следующего года. Он как бы рассматривает момент вернуться к вам. Но я не вижу здесь вообще разрыва. Здесь просто отдаляетесь, сближаетесь. Да, возможно, он с кем-то еще общается. Вас это особо тоже не волнует. Здесь не проигрывается ни ревность. Четко все понимают, и вы в нем как до конца не уверены. Но этот человек вернется, он даже может сделать вам предложение. Он даже может отказаться от своего образа жизни. После этого надо смотреть, когда он откажется, потому что карты они считывают здесь и сейчас. На сегодняшний день такой вот момент. Но если вы захотите с ним общаться, вы можете сделать первый шаг и начать общаться. Здесь нет каких-то вот солнышка на обороте. У вас, между вами, нет какой-то вот такой болезни, трагедии. Не было ни ссор, ни плохих слов, ни оскорблений. Вы можете восстановить отношения, потому что как-то на хорошей ноте он о вас хорошо думает, вы о нем хорошо думаете. Вот просто не мой человек и не можете быть уверены в том, что это то, что вам нужно. Но он вернется. Такой третий вариант. Всего вам доброго. Всего вам самого хорошего. И до скорых встреч.